Всемирный день доброты в Ставрополье отмечают по-особенному. Сегодня 13 ноября, и именно сегодня в зону СВО отправляют 13-й автомобиль. Машину передают в подразделение «Шторм-гладиатор» 58-й общевойсковой армии. Ранее туда же передали в ВАЗ «Патриот», который носит имя Ивана Петровича Сулимы. А еще ранее семья депутата Ставропольской городской думы Геннадия Тищенко отправила в зону СВО машину с именем участника Великой Отечественной войны Дорошенко Алексея Дмитриевича. Наша семья активно принимает участие в поддержке. Помимо автомобиля мы передаем туда еще и продукты, вещи и так далее. Ремонтируем эти машины, которые работают на фронте. Автомобиль важен, он играет определенную роль в боевых действиях, но очень важно внимание, отношение, и это им дает дополнительный стимул в той работе, которую они делают. Поддержать ребят в зоне СВО вызвалась и 88-летняя бабушка Валентина Потемкина. Всю свою жизнь она вяжет носки, а когда узнала, что военнослужащим отправят машину, попросила передать ее носочки. Ранее ей это уже удавалось сделать. Так она передала более ста пар. Я им подготовила, вот носочки связала, хорошие носочки, от души вязала, чтобы они вернулись. А мне жалко их, там же холодно. Вот мне жалко, я и вязала. Я целый день вяжу, устала немножко, полежала, опять начинаю. Бабушка Валентина растрогала даже закаленного командира подразделения, который отправлялся с госпиталя на фронт. По его словам, осознание того, что людям не безразлично, мысль, которая греет сердца военнослужащих. Я понимаю, что по крайней мере по СКФО и в общем Российской Федерации граждане проявляют инициативу, люди болеют. Я очень много с людьми встречаюсь в разных направлениях, в разных отраслях. И все переживают, все волнуются, спрашивают. Я хотел бы лично пожать руку бабушке, естественно, поблагодарить ее, что это на самом деле вот эти носки, я понимаю, что там и душа, и боль, и сердце, и все. То есть, бойцов как бы не только ноги будет греть, но и самое главное душу. Помощь в приобретении транспорта от семьи депутата не прекращается. В настоящее время к передаче в зону специальной военной операции готовятся уже 14-й и 15-й автомобили. Динара Эфиндиева, Арсений Саркисов, АТВ, Ставрополь.